МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Отважные питомцы. В Чебоксарах за звание лучшего из лучших борются кинологи. Подарок родному городу. Рисунки жителей Чувашии могут появиться на почтовых открытках. К победам готовы. В Старице Республики появилась новая баскетбольная команда Чебоксарские ястребы. Трагедия случилась вчера на перекрестке улиц Калинина и Декабристов. На глазах у всех мотоцикл столкнулся с автомобилем Ауди-80. В результате столкновения 17-летний водитель мотоцикла погиб на месте. Его юная пассажирка скончалась немногим позже в реанимации. По предварительным данным, виноват водитель Ауди, который, не доезжая до перекрестка, совершил поворот налево, игнорируя требования дорожной разметки и знака движения прямо. Ехал автомобиль со стороны улицы Гагарина. Не ожидавший данного маневра мотоциклист Хонды со встречной полосы ничего не успел предпринять. Произошло столкновение. Мотоцикл, кстати, не был зарегистрирован в установленном порядке. Водительских прав у подростка не было, как похоже, и достаточного опыта. ГИБДД Чуваши убедительно просит водителей автомобилей быть внимательнее к остальным участникам дорожного движения, а всех граждан, у кого есть дети, не покупать им мопеды и мотоциклы, если у тех нет прав. К другим новостям. Оздоровительная кампания завершилась, но ее итоги подводят до сих пор. В загородных и пришкольных лагерях республики этим летом отдохнули более 85 тысяч детей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Министр здравоохранения и социального развития республики отметила, что в этом году не было закрыто ни одного оздоровительного учреждения. Их количество даже увеличилось. В этом году дети получали путевки не только в чувашские лагеря, но и выезжали на отдых в Крым. Ряд учреждений в этом году потратились на капитальный ремонт. На укрепление материально-технической базы оздоровления отдыха детей было направлено более 100 миллионов рублей. При этом в этом году два фактически частных лагеря загородных оздоровительных потратили на полное перепрофилирование своих корпусов более 70 миллионов рублей. Хотя не обошлось и без проблем. Ряд муниципалитетов до сих пор не рассчитались с лагерями. К примеру, Новочебоксарск задолжала оздоровительным учреждениям более 5 миллионов рублей. Причем большую часть суммы муниципалитет должен заплатить лагерю «Звездочка». Михаил Игнатьев призывал к ответу главу администрации. Задолженность связана с четвертой сменой от лагерей, пока не поступили документы на оплату. То есть, ну там суммы действительно небольшие, Алла Владимировна отметила, это там 30, 40, 50 тысяч рублей. То есть остальные смены у нас рассчитаны. По поступлению документов вопросов нет, оплата производится в текущем режиме, средства необходимые имеются. По детскому оздоровительному лагерю «Звездочка» сегодня только с генеральным директором Химпрома с утра разговаривал. Сегодня в два часа они собирают свой кластер. Вместе с торговой промышленной палатой и химической договорились, в два часа встретятся. И вопросы, я думаю, на этой неделе все урегулируем. На протяжении своей истории это ведомство играло, играет и будет играть одну из ключевых ролей в проведении финансовой политики страны. Свой 212-й профессиональный праздник отметили работники финансовых органов Чувашии. Дата празднования была выбрана не случайно. 8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. Сегодня в Чувашии управление государственными финансами находится на высоком уровне, а профессионализм финансистов республики по достоинству оценил федеральный центр. Отметил в своем поздравлении глава Чувашии Михаил Игнатьев. Финансовая система – артерия всей экономики, без которой невозможно развитие и функционирование ни страны, ни региона. А потому на плечах работников этой сферы лежит огромная ответственность, подчеркнула министр финансов Чувашии Светлана Янилина. После церемонии вручения государственных наград мероприятие продолжилось с финансовым КВНом. И тут специалисты доказали, что шутить они умеют не хуже, чем деньги считать. Деньги посчитали и сотрудники налоговой службы. В республике с начала года собрано свыше 23 миллиардов рублей и различных налогов. И это почти на 5% больше, чем за тот же период 2013-го. Большая часть 12 лишних миллиардов рублей поступили в республиканскую казну. В первую очередь это налоги на доходы физических лиц на прибыль, на имущество. В федеральный бюджет перечислено около 8 миллиардов рублей. Основную долю поступлений почти 92% составляет налог на добавленную стоимость. Платежи в федеральный бюджет по сравнению с 2013-м увеличились на 10%. Чебоксары на почтовой открытке. В столице Чувашии продолжается конкурс рисунков. Любой желающий может принести свои работы в отделение филиала Почты России по проспекту Ленина, дом 2. И возможно именно ваш рисунок появится там большими тиражами. Какой оригинальный подарок можно приготовить на 550-летний юбилей? Почта Чувашия уже давно решила. Лучший подарок это собственные открытки. В прошлом году вышла первая серия чебоксарских открыток, которую нарисовали жители Чувашии. А началось все с фотографий. Сначала сделали фото зарисовки города Чебоксары, а потом решили, что видов в городе не так уж много, таких ярких, памятных. И выпустить их в одной серии было легко. А потом нам захотелось показать город с разных сторон, разными глазами. И был объявлен конкурс на лучший рисунок, не фотографию, а рисунок для почтовой открытки. Участников оказалось больше, чем ожидали организаторы. Набралось около тысячи рисунков с изображением чебоксар. Из них отобрали 8 лучших. И именно их раскупили мгновенно. Видеть на открытке то место, откуда открытка пришла, это гораздо интереснее. У нас были потом примеры, мы даже в социальных сетях отслеживали, куда наши открытки доходят. У нас были примеры с Украины, когда в сетях люди писали, получил открытку. Вот такая красивая открыточка. А где ее купить? Вот только у нас в Чувашском филиале можно ее купить. На почте проект решили продолжить. Уже выпущено несколько видов открыток совместно с Чувашским художественным музеем. На них вся столица Чувашии. Родные пейзажи, архитектурные памятники, объекты исторического наследия. Прием рисунков от горожан и жителей республики продолжается. Принять участие может каждый. Именно ваш рисунок может стать открыткой почты России и отправиться в путешествие по миру. Главное, чтобы в нем был национальный колорит. В этом году будет несколько номинаций. «Ты не один» в честь Международного дня пожилых людей. Открытка к Международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». «Мама, я люблю тебя», «Ко дню матери» и другие. В дальнейшем открытки будут создаваться к каждому празднику, уверяют сотрудники Чувашского филиала «Почта России». Сегодня в Чебоксары приехали переводчики произведений Геннадия Айгея из Великобритании, Швеции и Норвегии. Стихотворения Чувашского поэта переведены в общей сложности почти на 40 языков. Но именно в этих странах живут самые горячие почитатели его творчества. Все, кто был знаком с Геннадием Айги или не знаком лично, но знают и любят его стихи, со временем образовали даже своеобразный клуб. Есть такое братство, которое называется Айгисты. Мы как бы всегда думаем о нем, что-то там пытаемся делать, переводить, как-то писать. И как-то он с нами. Мы не хотим, чтобы насутствовало, скажем так, в нашем сознании, в нашем духовном пространстве. Питер Франц, член Британской Академии Королевского общества Эдинбурга, в 1991 году перевел и издал антологию чувашской поэзии, составленную Геннадием Айги. При жизни поэта он неоднократно приезжал к нему в Чувашию. Быть здесь без Геннадия Николаевича, это для меня как-то странно и неловко. Я еще не привык к этому. Но мы сделаем то, что мы можем, чтобы продолжать это распространение не только его творчества, но, как вы сказали, чувашской поэзии вообще во всем мире. Завтра гости отправятся в силу Шаймурзина на родину Геннадия Айги, а также побывают в литературном музее, где пройдет презентация нового издания, посвященного памяти поэта. В Чубаксарах за звание лучшего из лучших борются кинологи. Соревнования стартовали накануне, а завершатся 11 сентября. Чтобы одержать победу, собаки-полицейские должны выступить только на отлично. Организаторы подготовили четвероногим немало испытаний. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Взять верный след немецкой овчарки по кличке Бандерас удалось сразу. Сигнал он подал кинологу уже спустя две минуты. Собака не ошиблась. Наркотики были спрятаны в бампере внедорожника. Вообще в полицию этот пес устроился по блату. Младший инспектор Яна Жаркова воспитывает его с щенячьего возраста. Сдать экзамены на профпригодность ее домашнему питомцу удалось без труда. А с трех месяцев уже в принципе начинает воспитательная дрессировка собаки. То бишь там элементарная команда в игре, где-то лежать, сидеть, место, подход к дрессировщику. Это элементарные вещи. А когда видишь, что собака уже более взрослеет, ты начинаешь уже непосредственно ОКД заниматься как положено. И соответственно выводишь потихоньку, помаленьку, начинаешь уже приучать к объектам, которые она должна будет осматривать в будущем. И потом уже приучаешь к имитату непосредственно к запаху. Для того, чтобы собака запомнила запах вредных веществ, кинологи прибегают к небольшой хитрости. Сначала четвероногих приучают ко вкусу специальных имитаторов. Правда животным, которые натасканы на поиск наркотиков, не удастся отыскать взрывчатые устройства. Для каждой команды предусмотрен отдельный комплекс тренировок. На этих соревнованиях кинологи и их питомцы искали не только предметы, но и людей. На этом поле кинологи и их питомцы тоже пытаются найти наркотические вещества. Вообще, поиск предметов в открытой местности – непростое испытание даже для опытного полицейского пса. Поэтому зрителям советуют держаться, как можно подальше от места соревнований. Любой запах может помешать собаке. На этом испытании судьи тоже пытались запутать собак. Определить, какая из 15 сумок напичкана наркотиками, не каждая ищейка под силу. Полицейский пёс-викинг свою хозяйку не подвёл. Лучшая награда для собак – любимое лакомство и вот такой резиновый мяч. Кинологи говорят, что игрушки мотивируют животных на поиск предметов. Вообще, служебные собаки дрессируются двумя способами. То есть, либо это на пищу, либо на игрушку. То есть, в основном идут, конечно, собаки, которые любят игрушки. Это своего рода их зарплата. То есть, собака ищет наркотики и за это она получает свое либо лакомство, либо игрушку. То есть, за игрушку они сделают что угодно. Побороться за звание лучшего в Чебоксары приехали 250 кинологов со всех регионов страны. Столько собак в одном месте возможно увидеть разве что на престижных международных выставках. Лабрадоры, ротвеллеры, бельгийские и немецкие овчарки. Многие из них считаются довольно опытными сотрудниками службы. Но даже такие доблестные животные сложно переносят дорогу. У Даниила Чайки и его питомца приключения начались в московском метро. Собака на эскалаторы залезет, все нормально. Но вот в самом конце она побаивается, что просто лестница уходит никуда. Может палец прищемить. Так что я сначала сам брал ее и на руки. Первый раз, когда ездил просто на учебу, она не испугалась, села. А тут палец чуть не прищемило. Собачья жизнь четвероногих полицейских действительно полна приключений. Большие подвиги участники этих соревнований совершали не раз. Ловили преступников, находили бомбы. А кто-то из них уже через два дня поднимется на пьедестал почета. И кроме любимого мячика, получат заветную медаль. Медриковалев и Антон Вовк. Республика. На набережной Чебоксарского залива прошел Кубок России по спортивной ходьбе. Чувашию представляли 39 ходоков. Шестерым из них удалось подняться на пьедестал почета. Гостями состязаний стали олимпийские чемпионы, представители Российской Федерации легкой атлетики и Международного комитета по спортивной ходьбе. Подробнее в следующем сюжете. Чувашия всегда славилась своими ходоками. Наши скороходы не раз представляли Россию на Олимпийских играх и даже входили в число победителей и призеров. Многие из них приняли участие и в проведении Кубка. А олимпийский чемпион из Италии Маурицио до Милана приехал в Чувашию с особой миссией. Я с удовольствием приезжаю в Чебоксары. Тем более, что у нас большая совместная работа с местным оргкомитетом из Российской Федерации легкой атлетики по подготовке чемпионатов мира, командных чемпионатов мира по спортивной ходьбе в 2016-2017 годах. Кстати, с 2016 года организаторы планируют переименовать Кубок мира по спортивной ходьбе на командный чемпионат мира, который также пройдет в Чебоксарах. Соревнования прошли в один день. Почти в каждой из возрастных категорий в числе победителей и призеров были скороходы из Чувашии. Так, мастер спорта Клавдия Афанасьева сумела опередить своих соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала. 10 километров она сумела преодолеть за 45 минут и 31 секунду. Готовилась на этот раз сильнее, чем раньше. И предыдущие победы у меня были... Это... Я призер соревнований российских, чемпионата России. Вот, и сейчас лучше прошла и, конечно, рада этим. Надо отметить, что среди женщин борьба была очень напряженной. Марина Пандакова и Алена Храмова, хозяйки трассы, до последнего боролись за лидерство. И все же более выносливой и быстрой оказалась Марина Пандакова. Именно она стала первой. Но у Алены еще будет время побороться за золото на других соревнованиях. Правда, уже не в этом году. Это заключительное соревнование сезона 2014 года. Это, скорее, возможность кому-то еще реализоваться, кто что-то не сумел сделать в течение года. Ну и спортсменам на будущее задел. Потому что здесь очень много юниоров, молодых спортсменов, кто, конечно, себя хочет показать. И уже в следующем году. Следующий год будет особенно насыщенным для спортсменов. В Чебоксарах пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Тогда же состоится серьезный отбор на чемпионат мира 2016 года. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. С сегодняшнего дня в столице Республики официально появилась муниципальная баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы». С ее появлением планируется вывести командный спорт на новый уровень. Ведь до этого профессиональных команд в городе не было. Увидеть первые результаты нового баскетбольного коллектива можно будет уже в этом месяце. Подробности выяснила наша съемочная группа. С новой командой к новым вершинам. Вот девиз только что сформировавшихся чебоксарских ястребов. Подопечные Сергея Худаева, президента региональной федерации баскетбола, не раз показывали достойные результаты. О команде «Бизон» в Республике слышал практически каждый. Сейчас же под его руководством будет тренироваться и муниципальная команда. В состав чебоксарских ястребов вошли лучшие игроки Чувашии, а также шестеро приглашенных из Башкортостана, Саратовской и Пензенской областей, а также из Хантамансийского округа. Совместными усилиями мы должны, чтобы Чувашской республике в городе Чебокскаре баскетбол, он был таким массовым видом спорта, чтобы со школьной скамьи, может даже с детского сада все занимались спортом и росли богатыми не только духовно, но и физически крепкими, здоровыми наши юноши и девушки. В торжественной обстановке глава города Леонид Черкесов вручил спортсменам именные футболки. В ответ баскетболисты подарили ему мяч со своими автографами. Первый матч в новой форме игрокам предстоит сыграть уже 12 сентября в детско-юношеской спортивной школе имени Грекова. Мы проводим предварительный турнир, специальный просмотровый турнир, как бы просмотреть игроков, как они притерлись друг к другу во время тренировочного процесса. И мы решили провести турнир на призы главы администрации города Чебоксары. Были приглашены лучшие команды Нижегородской области, города Уфы и города Казани. Более серьезная домашняя игра 22 и 23 ноября ожидает Чебоксарских ястребов в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских команд высшей лиги. Они встретятся с командой из Севастополя. Именно там игроки должны раскрыть весь свой потенциал и доказать, что им по силам игра и в Суперлиге. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Чебоксарские эмоции покорили европейскую публику. Хореографический коллектив «Эмоция» детской школы искусств недавно вернулся с международного фестиваля «Фолк-фиеста», прошедшего в Польше. Наша съемочная группа отправилась к ребятам, чтобы из первых уст узнать о поездке. «Фолк-фиеста» – фестиваль с богатой историей и традициями, прошел в этом году в девятый раз. 15 коллективов из Европы, Азии и Африки приняли участие в международном конкурсе. Российскую Федерацию представил хореографический коллектив «Эмоция». Фестиваль был потрясающе организован. Каждой группе был предоставлен гид. Были предоставлены замечательные условия для проживания в гостинице. А самое главное – это дружески настроенная публика. Фестиваль тем и отличается от того, что он проходит, можно сказать, бюджетно. То есть на этот фестиваль, чтобы попасть на этот фестиваль, проводился жесткий отбор. Документы и видео, и фотоматериалы я отправлял в октябре прошлого года. Зрителей и организаторов заинтересовала самобытность нашего коллектива. Зажигательная русская пляска, игровая татарская вариация и колоритный чувашский танец. Все эти направления слились в одном номере чебоксарского коллектива. Коллектив очень симпатичный, дети красивые, танцуют прекрасно, костюмы очень интересные. Так что очень нам всем понравилось. И мешку в руке тоже все аплодировали. И, наверное, очень довольны, только коллектив у нас выступил. По итогам фестиваля юным дарованиям из Чувашии вручили памятные подарки, а также диплом европейского образца и кубок. Кстати, у ансамбля кубков настолько много, что они уже не помещаются на полке. Четыре раза в неделю по три часа – таков график занятий у группы. Времени танца отнимают много, да и трудности есть. Но, по мнению ребят, это того стоит. Да и результат, как говорится, налицо. Мне запомнилось, как мы гуляли по разным городам, как мы шествовали по улицам в своих национальных костюмах чувашских. На нас все заглядывали, с нами все фоткались. Особенно страны, которые находятся не в Европе. Это уже вторая поездка коллектива за лето. Юные танцоры из Чебоксар покорили не только польскую сцену. Коллектив «Эмоция» принял участие в международном фестивале «Алегрии», который прошел в Испании буквально пару месяцев назад. На этом ребята не намерены останавливаться. Впереди большие планы. Кстати, молодых танцоров уже пригласили на фестивали в Грецию и Македонию. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Такова информационная картина дня. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин